Домашними или магазинными солеными огурчиками любят хрустеть большинство хабаровчан, выясняем сегодня. В голосовании наш корреспондент Александра Теплякова все маринады только покупает. Сегодня мы отправили ее наблюдать, как солят помидоры дома. И редакторы дали задание провести хладнокровный экономический расчет. Смотрим, что из этого вышло. Сейчас наступило то время, когда дачники начинают делать заготовки на зиму. Мы вместе с Эрикой Георгиевной посмотрим на обычную банку соленых помидоров с экономической точки зрения. С чего начнем? Что нам нужно? Я помыла банки. Ну, помыла обыкновенной дождевой водой с нашим любимым хозяйственным мылом. Я это делаю всегда. Сначала мы кладем туда чеснок и укроп. Потом мы заполняем банку помидорами. Есть мнение, что заготовки, которые делают сейчас дачники на зиму, это пережиток какого-то советского времени. Это не пережиток советского периода. Это дело в том, что зимой так хочется картошечку с солененьким помидорчиком или огурчиком. Сами продаете свои помидоры и огурцы? А почему? Меня приглашают на ярмарку. Это я не могу. У нас в роду никого не было торговца. Магазинные, вы знаете, я не приемлю. Где делали, как делали. Наполнили банки помидорами полностью. Теперь дальше что делаем? Вот у нас кипит вода. На литр воды пять ложек сахара. Я вижу первый раз, когда добавляется столько ложек сахара. А вот какой обычный рассол после этого? Вот обычно он солененький. Вы знаете, он такой вкусный, что его выпивают вперед, чем сидят помидоры. Это ваш какой-то секретный ингредиент, да? Вы знаете, нет. Еще вкуснее будет, если не пять ложек сахара добавлять на литр воды, а шесть. Ну, вы знаете, меня жаба давит. Приготовили две баночки с помидорами. Давайте все-таки рассчитаем, вот сколько стоит ваша баночка. Сюда вошло не меньше двух-двух с половиной килограмм помидоров. Это уже будет 250 рублей, только сами помидоры. Лимонная кислота вот эта стоит 9 рублей, но поскольку я потратила всего одну ложечку, то это, наверное, рубля 4. Здесь еще укроп, чеснок. Вот эти крупная была чесночинка, но явно она рублей 30 стоит. Так, что еще? Соль, сахар. Ложек 7. Ну, давайте рассчитаем, ну, рублей 20. Да, наверное, наверное. Ну, соль я при солении, ну, пускай рубль. Ну, банка, давайте добавим рублей 20 на банку. Так, и плюс 20 рублей на банку. От того у нас выходит, ваша банка вышла примерно на 315 рублей. В некоторых, ну, везде цены, понятно, разные. Где-то можно найти и такую же банку за 120 рублей, где-то там подороже, там, 250 рублей. Вот еще представить, сколько вы их сил вложили в эту банку. Вот это того стоило? Вы знаете, все равно стоило, потому что я знаю, что я буду потом есть. С каким удовольствием, с какой радостью вспоминать лето, вспоминать солнышко, вспоминать свои великолепные помидорные кусты. А вы знаете, это стоит этого. Александра Теплякова, Павел Павлов, Большой город Лайф.